В последнее время в Нарьинмаре стало появляться много новых скверов, памятников и малых архитектурных форм. Но если памятники можно встретить в любом городе мира, то памятник автобусной остановки, пожалуй, можно увидеть только в столице Ненецкого округа. Речь идет об автобусном павильоне на улице Октябрьской. Оригинально, не правда ли? Где еще такое увидишь? Может там за забором так называемый памятник автобусному павильону используется в каких-то других производственных целях? Иначе как объяснить присутствие здесь на нескольких квадратных метрах сразу двух сооружений одного типа? Впрочем, как выяснилось, дело здесь совсем в другом. И судьба данного павильона пока неизвестна. Давайте мы посмотрим этот вопрос. Я помню, что там огороженные попадают в строительную площадку, это остановка, и старую просто не убрали. Здесь, конечно, бетонные конструкции, наверное, сложно будет их переносить. Посмотрим. Каких только автобусных павильонов нет в городе Наринмаре. Особенно часто их стали менять в последние годы. То поставят павильон в виде чума, то на его месте установят конструкцию строго перпендикулярной формы. Светлые, коричневые, непонятные окраски. Металлические, пластиковые, деревянные. Одним словом, разнообразие. Мнения горожан разделились. Одни считают, что павильоны на всех автобусных остановках должны быть выполнены в едином стиле. У других мнение противоположное. Единый стиль лучше. Почему? Не знаю, так удобнее как-то. А то, если они все будут разные. Мне кажется, если единый стиль, то их легче найти, допустим, среди города. Хотя у нас не очень большой город. Лучше единый стиль. Нас устраивает. Разнообразие. Это очень хорошо. Мне нравится. Мне тоже. Одинаково. Ну, зачем одинаково? Это ж не так интересно, как вот. Все разные, все красивые на сегодняшний день. Чтоб крыша была над головой, чтоб где-то посидеть, можно было отдохнуть. Город приличный, надо делать все одинаковые. Ну, немножко побольшой немножко. Чтобы люди, как дождя бывает, ветер бывает, чтобы зашлись, посидели. Но иногда придем, здесь народу много места не найдет, чтобы старики посидели. Они, конечно, должны быть, может быть, все одинаковые в одном стиле. Но вот эта остановка, например, она вот сейчас, вот если тепло, пригодно, да, нормально. А вот если ветер, задувает холодно. У нас в основном мы живем на севере, так что хотелось что-нибудь такое более уютное. Мнение пассажиров, ожидающих автобус, сходится только в одном. Автобусный павильон должен быть ухоженным и надежно защищать пассажиров, ожидающих автобус, от ветра и дождя. Но, как мы выяснили, установка таких павильонов – дело весьма затратное. И появление их в нашем городе ожидать пока не стоит. Теплая остановка, что это значит? Это значит, необходимо туда подвезти отопление, либо инфракрасное излучение сделать, соответственно, подвезти кабель электрический. Плюс они тогда должны быть закрытыми совершенно, да. Значит, мы даже сейчас у нас открытые остановки, которые имеются, мы понимаем, что достаточно сложно уберечь то, что у нас есть, потому что в какой-то определенный момент все равно появляется желание у отдельных граждан. Там антивандальные стекла, да, они разбиты. Если мы говорим, что теплая остановка разобьет стекло, значит, соответственно, мы будем отапливать улицу. Автобусные остановки – настолько примелькавшиеся и привычные объекты, что в основном люди не обращают внимания на их внешний вид. Правда, отмечают, что за содержанием автобусных павильонов нужно бы получше следить. Особенно за теми, что выполнены из пластика. Как-то они быстро состарились. Может быть, помыть их следует. Но это, как оказалось, не входит в обязанности обслуживающей организации. В рамках выполнения муниципального задания МПУ «Чистый город» проводит работы по уборке мусора с автобусных павильонов и вообще остановочных площадках. Работы по подметанию в зимний период, по посыпку песком и по расчистке от снега. Если «Чистый город» следит только за чистотой на территории остановок, то их сохранность зависит в первую очередь от самих жителей города, которые, к сожалению, вносят собственные коррективы во внешний облик автобусных павильонов. Что касается многообразия остановочных павильонов, то, пожалуй, можно выделить лишь один из них – деревянный в виде чума на улице Юбилейной в районе Сахалина. Но и такой необычной остановки город может лишиться. Центральный наш маршрут, транспортный магистраль, она у нас будет с одинаковыми остановками. Конечно, одномоментно всё не заменить. Если есть федеральный участок, там тоже у них свои предложения по остановкам, чтобы оставить их пока такие, как они есть, и сделать только тротуары и освещение дополнительные. Но будем стараться, чтобы наш город выглядел ещё лучше. Что касается посёлка Искателей, то и здесь планируется заменить старые павильоны на новые в одном архитектурном стиле.